Привет, я тут ненадолго. Я только хотел посоветовать свой развлекательный канал по Санкт-Мобайл. На моём канале ты увидишь хороший монтаж и озвучку, а также море всего интересного. Залетай в описании и прыгай по ссылочке, я буду рад каждому. Если ты начал играть на Флиннер Памира, обязательно вводи мой ник Дэвид Митчелл и получи 50 тысяч при достижении 3 уровня. Также ты можешь ввести мой промокод Вендетта и получить 10 тысяч при достижении 3 уровня. Ну а если у тебя в нике будет присутствовать моя фамилия Вендетта, то я лично дам тебе 10 тысяч вирт, если ты меня встретишь. Быстренько меняй фамилию, ну а мы переходим к видеоролику. В общем-то я очень сильно ошибся в прошлом видео, сказав, что это лучшая банда, но на самом деле в этот момент эта банда испытывала, мягко говоря, очень болезненное состояние. То есть у них вообще не было территорий. А потом я захожу в игру и меня вообще просто так ливнули. И мы нормально уже смогли набрать целых 15 человек. Это продолжалось на протяжении часа. Я думаю, я наверное все-таки куплю, либо это будет ранчер, либо это будет хантли. Но давайте все-таки купим хантли, чтобы было у нас все максимально круто. Чтобы у нас было два хантли. И к примеру мы заменим этот фургон на буррито и будет вообще четко. Отлично. И теперь нам нужно купить буррито, естественно. Зачем мы тут все и собрались. 482 ID у нашего фургона. И давайте побыстрее его купим. Ну что, аллилуйя, я наконец-то выбрал скин. Это скин вот такого вот брутального мужичка. И в общем-то мне он очень нравится. Всем привет, с вами Рома. И мы продолжаем играть на Флинн Ролли Плей. Это уже 16 выпуск и сегодня будет просто бомбическая серия. А почему бомбическая? Потому что мы поедем на стрелу. Да, действительно мы забились с другой Фомой. И договорились на стрелу возле дома охотника номер 1. В общем-то я надеюсь вы поддержите такой контент своим лучшим лайком. Конечно же подпишитесь на канал. Ну и прожмёте колокольчик, чтобы самым первым узнавать о таких чётких выпусках. Также сегодня я записываю на новый микрофон. Вы должно было уже оценили качество. Но если вы ничего не заметили, то прислушайтесь повнимательнее. Сейчас я записываю с микрофона Fafine K669. Я думаю это заслуживает отдельного респекта. Ну а мы погнали на стрелу. Ввиду моей неопытности, конечно же получилось организовать всё не очень хорошо. Были очень большие проблемы, особенно с доставкой к этому сраному дому охотника. Это просто был какой-то ад. Мы смогли добраться и нормально провести стрелу только со второго раза. И это конечно же большой минус. Плюс ещё привет всем админам и скриптерам сервера, которые не могут до сих пор устранить проблему с респавном транспорта семьи. Потому что наша семья не могла заспавнить два транспорта. Это хантли и бурита. И нам приходилось ехать как бомжам на каких-то рандомных тачках. Но точно не на семейных, как это должно было быть по моему плану. Ну и давайте расскажу вам маленькую предысторию. Как вообще возник этот конфликт. В общем-то всё началось с того, что мы соседи. Да, если считать по РП, то наши парни из семьи начали их дэмить, судя по всему. И поэтому они забили нам стрелу. Ну а если реально, то это с какой-то стороны даже постанова. Тупо ради контента я ничего от вас скрывать не буду. Потому что, как ни крути, на сервере очень сложно забить реальную стрелу по реальной причине. Ведь это вам не ПК. Я помню, как-то давно я смотрел одного ютубера. Имя его Лор. И он почти каждое видео делал со всякими такими крутыми массовками. Где люди всё время стрелялись. И это было очень интересно наблюдать. Я хочу повторить что-то в этом роде. И надеюсь, вы меня поддержите. Ну и первым делом мы решили закупиться бронёй и оружием. И поехали мы на чёрный рынок. И в принципе всё довольно хорошо купили. Но потом начались технические проблемы. Как вы знаете, самп вылетает очень часто. В том числе и у меня за время стрелы вылетело несколько раз. Вы не представляете, как я тогда волновался. Это было очень жёстко. Ну и после того, как у нас получилось закупиться. В общем-то мы решили отправиться уже на стрелу. Но тут нас ждал форс-мажор. И конечно же мы не смогли так просто уехать. И нам пришлось релогнуть совсем к дому. И поехать заново. Так как у нас не было нормального транспорта. Спасибо ещё раз админам большое. То нам пришлось добираться на том, что у нас было. И в общем-то с горем пополам. Через некоторое время мы добрались до места. Но тут случилась ещё одна очень неприятная ситуация. Но это зависело уже не от игры. А от того, что все начали друг друга палить. Я так и не понял, что началось. В общем-то мы заранее договаривались. Но либо наши пацаны, либо ребята из той семьи начали очень жёстко палить по всем. И сливать всех уже сразу. Я конечно же сразу подключился, чтобы найти какой-то хоть контент. Но в итоге ничего не получилось. И после того, как мы пересмотрели все свои, в общем-то эти тёрки. Мы решили повторить всё ещё один раз. И на этот раз получилось уже всё намного лучше. И давайте посмотрим, что из этого вышло. Второй раз мы хорошо в принципе добрались. И я этому очень рад был. Конечно же я попытался отыграть хоть какое-то РП. Чтобы уже совсем не делать это просто схваткой. Как допустим на пейнтболе. Ну типа на пейнтболе. Ну вы поняли меня. В общем. И поэтому мы поговорили. И после чего начали уже устраивать саму стрелку. Я ему сказал, что фору им минута. И после чего мы начинаем перестрелку. Ну и после чего все начали разбегаться. И прятаться за различные укрытия. Чтобы конечно же как можно дольше прожить. И собственно помочь своей семье победить. Я также зашёл за дом охотника. И в общем-то мне удалось прожить не очень долго. Ну а смотрите вообще как это было. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и закончилась эта перестрелка. Жаль конечно что мы проиграли. Но это был мой первый опыт в подобных делах. Я надеюсь вам понравилась эта серия. Всех с наступающим новым годом. Это последнее видео в этом году. И поэтому искренне хочу сказать вам спасибо. Без вас бы всего этого не было. Желаю в новом году достигнуть всех целей. Но помните для этого нужно упорно стремиться к ним. На этом всё. Если вам понравилось обязательно подпишитесь на канал. Поставьте свой самый лучший новогодний лайк. Ну и конечно прожмите колокольчик. Чтобы самыми первыми узнавать о моих видео. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok